Рыцарские традиции поныне живут в Запорожье. В этом уверены участники международного клуба «Друзей Виконт». Уже 23 года занимаются, если не возрождением духа Средневековья, то благородных отношений точно. На поляне возле Запорожского дуба принимали в рыцари новых членов клуба. Как это было, видели наши корреспонденты. Придумали клуб с очень простой идеей дружить по-настоящему 23 года назад в Запорожье. Теперь его филиалы есть в Лондоне, Нью-Йорке и России. Виконт объединяет примерно 750 человек самого разного социального статуса. От политиков и бизнесменов до артистов и художников. Собираются регулярно. Причем еще одна традиция. Никогда дважды в одном месте. Вот, говорят, были недавно в Днепропетровске на круглом столе. Теперь сами принимают гостей. Те, кто разделяет идеалы клуба. Здесь самые разные люди Запорожья. И все они находят какие-то общие интересы, интересные встречи, общаются, выезды бывают за пределы города в другие города. Нужно и руководству городов, и областей, и предпринимателям больше, так сказать, общаться, принимать совместные решения, находить совместные возможности претворения в жизнь тех идей, которые рождаются в процессе общения. И в конечном итоге, я думаю, это будет способствовать нашему процветанию, развитию нашего общества, нашей державы. Клуб «Виконт» объединяет очень много знаковых людей, которые в нашем городе, в нашем регионе, в общем-то, не последние люди. Это люди, которые умеют дружить. Люди, которые, в общем-то, по плечу любые поставленные задачи и цели. «Объединяет сегодня, наверное, наше общее дело – помогать друг другу, подставлять плечо, и в такое время, главное, поддерживать друг друга в разных ситуациях. И сегодня мы тоже благодаря этому и собрали наших друзей, для того, чтобы у них поднялось настроение, для того, чтобы они поняли, что мы вместе, и что мы вместе можем все. Потому что в крепкой дружбе наша сила». Говорят, стать членом клуба просто, нужно только быть порядочным человеком. А этого, считают, сейчас мало, и не только в Запорожье. Вот сейчас принимают в свои ряды 20 новых, как их здесь называют «Виконтов» и «Виконтес». Уверены, исправить ситуацию с духовным возрождением всем вместе будет проще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!